Всем привет, большие и маленькие любители танчиков. С вами Тури. И это первая трансляция с голосом, которую я хочу предоставить вашему вниманию. Случилось удивительно, я нашел провод от микрофона и не замедлил вставить его в положенное место. И вот я уже с вами комментирую свое собственное видео. Итак, сегодня вашему вниманию представляется Панзеряйгер Е100. Десятый уровень, немец, ПТ-шка. Одним из самых мощных орудий, не боюсь этого слова, в игре. Почему? Я его купил. Когда-то давным-давно я вообще насугнал с немцев, они мне очень нравились. И у меня была Яга, она была девятая. И, в общем-то, поиграл я на ней, поиграл и продал. А потом ввели десятые немецкие ПТ-шки. Ну, так-то я, честно говоря, под кататься на тесте ПЗ Е100 не особо учился. И забыл на некоторых рынках. А когда ввели новогодний марафон на Е6, получилось так, что я на катал очень много свободного опыта. И потом просто, почему бы, не купил себе такой, какой-нибудь новый танк. Но, совсем, конечно, я не рассматривал ПЗ Е100, я прицеливался к вафле. Ну, и, в общем, исследовал ее, исследовал. И, сослихом, вместо того, что они не десятки мурицы к вафле, купил себе ПЗ Е100. Да, это, в общем, было достаточно печально. Но, с другой стороны, я подумал, что это не такой уж и плохой аппарат. И, собственно, сейчас я вам попробую это проконструировать. Все саюзники уехали на другую сторону. Я думал, было постоять здесь, через мостом, пострелять из-за камушка. Ну, подумал, что вы столько бросаете, чтобы одного несчастного ПВ. И решил поехать прямо за ним, чтобы поддержать его и встать у другого выступа. Я думал, что у врага довольно-восто это я хочу приехать и встать, и прицелиться. Самое интересное, что в начале этого боя я получаю много-много-много урона. И остаюсь достаточно, в общем, до сопля. Сейчас я вам это покажу. Открывается фото у нас, получается дождь из урона. И бак. Объект 504. Вот куда он мне сейчас попадет, давай посмотрим. Я так понимаю, что это был бак. Точно. Он меня пробивает, ага, в руку, как будто бы. Ну, неплохо, неплохо. Точно четвертый, кучу народу никто не пробивает. Я думал, что это было стремление, что здесь не пояснилось. Он опять пробивает меня в руку. Герои. Герои. Я оставлюсь под пене. 52 ТП. Да. Герои. Я пытаюсь застать мужчину уже не один раз. Но я и не знаю. Ну, я не знаю. Ну, я думаю. Герои. Герои. Верховный трех. О, нет. О, нет. О, нет. и наступает некоторое затишье враги по обломались подхватили 4000 урона от меня и решили подождать что же делать мы тоже решили подождать когда он торопится собственно тот фланг мы уже практически проломили остался остался один батчон и его нет 700 четверщик уезжает и я тороплюсь и мажу и устреваю твердовый корпус и стреляю и мажут я стою так же открываю на л.д. может она и не мажет, конечно, вот скорее трикошечки тут человеку тоже царятся, царятся чем-то в четвертой и не пробиваем но, между тем, результатом этого боя, могу сказать, что Яга выдержала порядка, если не поймите, 6 тысяч урона или даже 7 тот ФВ, который стоял рядом со мной и сдох в итоге настрелял всего 1400 или 1600 то есть фактически целый фланг я удержал вот, собственно, так и надо оперировать этой прекрасной машиной до новых встреч!